На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе активно работают пункты приема гуманитарной помощи. Основной запрос сейчас у нас на одежду для взрослых людей. В Центре социального обслуживания Вера прошла встреча с врачом-гериатором Надеждой Сахаровой. У пациентов болячки, болезни растут и растут с каждым годом. Их становится все больше и больше. Преподаватель по классу ударных инструментов ДШИ поселка Развилка Олег Бельтек поделился секретами мастерства. Мастерство заключается в том, чтобы уметь, во-первых, точно играть качественно. И мастерство заключается в том, чтобы была по лиритме руки-ног. Продолжает работу пункт приема гуманитарной помощи, открытый на базе Общественной палаты Ленинского городского округа. На сегодняшний день собрано порядка двух тонн необходимых товаров, которые еженедельно отвозятся в региональный пункт сортировки. Подробнее в репортаже Юлия Погосян. Пункт сбора гуманитарной помощи работает ежедневно. Чтобы обеспечить беспрерывные дежурства, члены Общественной палаты начали привлекать волонтеров. Недостаточно просто принимать товары. Их необходимо заносить в реестр, сортировать, раскладывать в коробки. Задача непростая, но и неравнодушных людей в Ленинском округе хватает. Я как активный гражданин решила помочь, потому что работа сложная, трудная. И в данный момент нужно вообще помогать друг другу. Слава Богу, таких людей у нас много. Слава Богу, что такие люди отзывчивые есть. Дай Бог им всем здоровья и мирного неба, конечно, головой. А бывают дни, когда в помещении Общественной палаты, где располагается центральный пункт сбора гуманитарной помощи, особенно многолюдно. Раз в неделю происходит отгрузка товаров. Теперь эти собранные жителями Ленинского городского округа товары отправятся в региональный пункт сбора гуманитарной помощи. Откуда она будет распределяться среди беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. В этот раз в Домодедово повезли около 900 килограммов необходимых вещей. А за все время благотворительной акции удалось собрать более двух тонн гуманитарной помощи. Многие покинули свои дома и остались без средств на существование вообще в целом. И Россия одна из первых, кто, мне кажется, должна помогать. И мы первые присоединились к этой акции, очень помогаем и призываю всех также помогать. В пункте сбора принимают только новые вещи с этикетками, продукты исключительно с большим сроком годности. Многие благотворители приносят товары для детей, питание, одежда, книги. Однако имеется потребность в вещах для взрослых. Основной запрос сейчас у нас на одежду для взрослых людей, как для женщин, так и для мужчин. Мы должны понимать, что люди покинули экстренно свои дома, не взяв с собой все самое необходимое. И для того, чтобы им сейчас активно внедриться, элементарно даже обратиться в соцзащиту для постановки на учет, им необходимо в чем-то выйти. На сегодняшний день беженцы полностью обеспечены всем необходимым. Поэтому сейчас сбор гуманитарной помощи идет для жителей Луганской и Донецкой народных республик, которые остались на родине. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. В продолжение темы. В поселке совхоза имени Ленина начал работать пункт сбора гуманитарной помощи для жителей и беженцев с Донецкой и Луганской народных республик. Его открытие стало возможным благодаря инициативе общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» и администрации Картинского отдела округа. Кафе у дедушки АУ когда-то было популярным местом у жителей поселка, но из-за конфликта владельцев с бывшим директором ЗАУ совхоз имени Ленина Павлом Грудининым здесь была отключена вода и канализация. Теперь в бывшем кафе начал работать пункт приема гуманитарной помощи для жителей и беженцев ЛДНР. Уже пошли неравнодушные жители, которые именно из памятки несут те вещи, которые необходимы детям, ну и просто жителям, которые находятся сейчас в Донецкой и Луганской народных республиках и либо приезжают к нам на юг территории России. Тех, кто желает помочь беженцам и жителям ЛДНР, ждут в будние дни с 10 до 18 часов. Андрей Звеков отметил, что это не первый пункт приема гуманитарной помощи, открытый на территории отдела Картинский. Мы запустили пункты в развилке, два пункта, тоже предприниматели помогают активно. Ну и жители неравнодушные, я могу сказать, что прям в течение дня очень много приносят именно вещей и тех самых продуктов, которые необходимы. Со списком вещей и продуктов, которые принимаются на пунктах сбора, можно ознакомиться, прочитав специальную памятку. Получить ее можно здесь же по адресу поселок совхоза имени Ленина, 7В, кафе у дедушки АУ. В Центре социального обслуживания «Вера» прошла встреча с врачом-гириатором Надеждой Сахаровой. Пользователи услуг задали доктору немало вопросов волнующих пожилых людей, какими проблемами со здоровьем занимаются специалисты и кто обращается за помощью, расскажет наш корреспондент Галина Житкова. Главными и любимыми пациентами врачей-гириаторов является старшее поколение. Возрастной врач занимается как профилактикой, так и лечением различных проблем со здоровьем, что частенько возникают у бабушек и дедушек. Самые подготовленные приходят на прием с большим списком тех препаратов, которые они принимают. У пациентов болячки, болезни растут и растут с каждым годом. Их становится все больше и больше. И, как правило, у таких пациентов больше 5-6-7 заболеваний одновременно. И все-таки такие пациенты, такие бабушки и дедушки, они пьют огромное количество лекарств. Иногда эти лекарства просто несовместимы. Какие-то препараты даже не нужны бывают пациенту. Большинство пользователей услуг Центра Вера являются фактическими пациентами врача-гириатра. Поэтому на встречу с таким специалистом собралось немало желающих задать интересующие вопросы. Бывают такие вопросы, которые нужно задать. И специально к врачу в поликлинику идти, не хочется там стоять в очереди. А здесь приходишь и все доступно. Врач-гириатр подробно рассказал обо всех направлениях своей работы. Особо остановилась на тех профилактических тестах, которые необходимо выполнять для выявления определенных проблем со здоровьем. Это не только ломкость костей, но и сохранение когнитивных функций, что позволит рассчитывать на улучшение качества жизни уже в довольно преклонном возрасте. Очень интересно было. Я завтра к ней пойду, я сейчас с ней поговорила. У меня проблемы с ногами после операции. Я на сквозатор прийти. Я была у него врач очень хорошая. Так доступно все рассказала, все объяснила. Проблем со здоровьем у представителей старшего поколения всегда хватает. Но свой доктор точно знает, как их лечить. И поможет не только правильным назначением, но и добрым словом. Галина Житкова, Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Мировые концертные площадки он сменил на учебные классы, а зрителей меломанов на воспитанников, жадно впитывающих каждое слово и жест учителя. Герой нашего следующего сюжета – преподаватель по классу ударных инструментов детской школы искусств поселка Развилка Олег Бильтек. Получается уже играть с латиноамериканской музыкой. Преподаватель детской школы искусств поселка Развилка по классу ударных инструментов Олег Бильтек знакомит своих учеников с множеством перкуссионных инструментов, среди которых есть и довольно экзотические. Такие как агуга, кастаньеты, каввел, конги и кангасы. Они должны уметь играть на всех этих инструментах. То есть если нам требуется, допустим, чтобы мы играли в фламенко, ну вот кастаньеты. То есть человек одевает кастаньеты, играет на кастаньеты. Мировые концертные площадки Олег Бильтек сменил на учебные классы всего три года назад. За плечами барабанщика работа в самых разных музыкальных коллективах и стилях по всему миру. Я очень много работал с различными профессиональными коллективами, в бендах с различными тоже коллективами. Также я работал много, развиваясь, работал много в различных шоу. Допустим, одно из последних шоу мы работали с коллективом во Франции. Вот шоу называется «Орлет и Грюз». Музыкант уверен, настоящий ударник должен сходу уметь поддержать любую ритмическую партию и играть в самых разных стилях. От твиста до рок-н-ролла и джаза. Этому и учат ребят на своих занятиях. Мастерство заключается в том, чтобы уметь, во-первых, точно играть качественно. И мастерство заключается в том, чтобы была полиритмия руки-ног. То есть руки играют одно, ноги другое, и все в совокупе. То есть ты один, а такое впечатление, что тебя много. Олег Афанасьевич создает интересные очень номера, в которых существует такой микс между классическими инструментами и ударными. В этом году мы впервые выступили ударный и фортепиано на эстрадно-джазовом конкурсе «Видный джаз». Тоже попробовали свои силы. Сейчас на отделении ударных инструментов «Дыши» и поселка Развилка учатся 14 человек. Степан Рысев, к примеру, занимается уже третий год. За это время он неплохо освоил ксилофон, барабанную установку и успешно выступил на различных российских и международных конкурсах. Какой у тебя педагог? Веселый достаточно. С ним интересно работать. Строгий? Нет, не очень. Свободно от уроков время Олег Бельтек играет в ансамбле преподавателей школы искусств, куда помимо барабана входят два рояля и скрипка, а также концертирует собственной группой, исполняющей твисты рок-н-ролл. Ведь в хорошей музыке, уверен, наш герой, слишком много не бывает. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!